САМЫЙ ЖАДНЫЙ ЗНАК ЗОДИАКА Хотя звезды наделили каждый знак зодиака различным отношением к деньгам, но не стоит сбрасывать со счетов человеческий фактор и реальный материальный достаток. Даже самый щедрый открытый человек, может стать жадным и меркантильным при недостаточном количестве денег. Один человек способен отдать последнюю рубашку своему ближнему, а у другого даже снега зимой не выпросишь. Один человек делает роскошные подарки, а второй полагает, что наилучшим подарком является он сам. Астрологи составили рейтинг самых жадных знаков зодиака. На двенадцатом месте Стрелец. Это самый щедрый знак зодиака, который готов отдать последнее другу и всегда поспешит на помощь. Он любит оказывать покровительство и дарить подарки, которые вызывают радость. Стрелец не умеет экономить, и вероятно поэтому нередко имеет долги и финансовые трудности, которые с успехом разрешают благодаря своему уму и сообразительности. Одиннадцатое место занимает Водолей. Эти люди не просто великодушны по отношению к другим, они самые настоящие транжиры. Водолей внимателен к просьбам и запросам окружающих, и ему важна не просто трата денег на близкого человека, он хочет подарить только то, что тому действительно нужно. Водолей не упускает ни одной мелочи, он помнит все разговоры о запросах и увлечениях. На десятом месте львы. Все считают, что лев – наиболее щедрый знак. Но это неверно. Он любит тратить деньги на близких и родных, обожает дарить подарки любимым, друзьям и родственникам, но на чужих людей он не потратит и рубля. Лишь малознакомые люди могут увидеть в лице львов прожженных скупердяев. Однако если вы сумеете развеселить и понравиться льву, то он непременно потратит деньги и на вас. Многие львы думают, что купить можно все и всех. Девятое место занимает Овен. Овен щедрый, но расчетливый и практичный. Он ни при каких условиях не станет тратить финансы просто так. Если он считает, что какой-либо человек сможет в будущем оказать ему помощь. Он способен отдать все, что у него есть. Овну свойственное душевное благородство. Он с удовольствием придет на помощь нуждающемуся другу. Но только если это действительно необходимо. Своей избраннице Овен подарит скорее мультиварку, чем дорогие духи. На восьмом месте весы. Этот знак зодиака отличает удивительная экономия, они всю жизнь копят деньги, не покупают ничего лишнего, берегут одежду и обувь. Редко можно встретить весов, одетых по последнему писку моды. Однако весы частенько щедры за чужой счет, они без угрызений совести получат деньги для подарка или вечеринки у родителей, супругов или любовников. Самое главное, чтобы потом не пришлось отдавать. Седьмое место занимают рыбы. Рыбы находятся четко посередине. С ними все так сложно. Ведь они могут быть скупыми и щедрыми. Все зависит от их настроения. И никогда не знаешь, когда настроение будет хорошее, а когда плохое. Однако с таким качеством рыб можно бороться. Дело в том, что они любят конкретику. Поэтому четко, ясно и без стеснений нужно говорить им прямо о своих желаниях. Когда у рыб есть деньги, они готовы дарить подарки. Когда же рыбы намели, они становятся самыми жадными знаками зодиака, начинают экономить каждую копейку, отказывая во всем себе и своим близким. На шестом месте находятся близнецы. Близнецы способны быть и скупыми и щедрыми, это зависит от того, сколько людей за ними наблюдает. В общем, близнецы любят играть на публику. Свою скупость они предпочитают скрывать. Близнец может откровенно зажать для вас 100 рублей, если вы попросили об этом наедине. Обращайтесь к нему за помощью тогда, когда за вами наблюдает много людей, и он с удовольствием вам поможет. Близнецы предпочитают экономить, откладывать каждую копейку, но накопив внушительную сумму, с удовольствием потратит ее, и конечно же на себя. Пятое место занимает Скорпион. Скорпион отличается эгоизмом и себелюбием, поэтому всегда блюдет собственную выгоду. Но и с крягами их назвать нельзя. Скорпионы знают счет деньгам, они всегда в курсе, сколько наличных у них в кошельке, каково состояние банковского счета, вплоть до мелочей. Они очень четко планируют финансовые затраты. Скорпионы готовы дарить подарки, невероятно щедры с теми, кого любят, но при посторонних свой достаток демонстрировать не желают. На четвертом месте находятся раки. Раки живут для себя и тратят деньги исключительно на необходимые и действительно ценные вещи. С друзьями и близкими людьми, они достаточно прижимисты. Рак с удовольствием купит новую мебель для обустройства собственного дома, но не захочет и слышать от возлюбленной о том, что она желает получить новые духи. Поэтому ждать роскошных подарков и открытых жестов от них не стоит. Третье место занимают тельцы. Телец обожает, когда финансы тратят на него. Он никогда не стесняется признаться, что на поход в ресторан или на подарок у него нет денег. Однако, с удовольствием будет выпивать и гулять за чужой счет. Среди представителей этого знака много содержанок и альфонсов, так что берегитесь. Но с другой стороны, в случае серьезных материальных проблем, тельцы встанут на вашу сторону, всегда придут на помощь, защитят и оплатят, что уравнивает все их недостатки. На втором месте расположилась дева. Дева не бросает денег на ветер. Она предпочитает большие дорогие покупки, но ради собственных интересов. Именно поэтому эти работоспособные и мыслящие люди лучше потратят честно заработанные деньги на приобретение новой кровати или дивана, чем на подарок близкому. Причина скупости дев кроется в их эгоизме. Она щедра только по отношению к себе. Чаще всего представители этого знака, одиночки, друзей у них мало, поэтому они и тратят деньги исключительно на собственные нужды. Даже в семейной жизни девы стремятся сохранить свое личное пространство. И раздельный бюджет кажется им справедливым. И почетное первое место среди самых жадных знаков зодиака занимает козерог. Представители этого знака готовы вкладывать деньги исключительно в свой общественный статус. Друзья, любимые и родные обойдутся и без широких жестов. Именно козероги могут искать где и что купить подешевле. Экономить козероги предпочитают не только на близких, но и на себе. Им свойственно накопительство. Именно поэтому многие браки этих представителей самого жадного знака зодиака, по мнению астрологов, терпят фиаско. Вторая половинка просто устает от постоянной скупости и экономии. Причина такого поведения кроется в страхе козерога быть использованным. Как сказал один козерог, я не жадный, я дымовитый, но сути дела это не меняет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok